здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема у нас называется планирование движения на уровне стратегического управления план сегодняшней темы у нас первые основные термины и определения принцип построения манипуляционных роботов критерий качества манипуляторов критерий качестве систем управления роботов первые основные термины и определения робот и робототехника робот это универсальное средство автоматизации которую можно быстро гибко перепрограммировать на выполнение новой работы робототехника это область науки техники связанные с разработки и реализации роботов и робототехнологических комплексов на их основе манипулятор это кинематическая цепь из n элементов шарнирно связанных между собой попарно суставах так что первое звено неподвижно а последнее заканчивается рабочим органом схватом сварочным клещами резаком плазменной грелкой пульверизаторами так далее схват манипулятора это некоторое устройство способное захватывать и удерживать при перемещении объект манипулирования заготовку инструмент и так далее рабочий объем манипулятора это область пространства в котором возможно захватывание и перемещение объектов манипулирования сенсорика робота совокупность датчиков информации о внутреннем состоянии робота и состояние внешней среды используем для формирования законов управления система управления робота это у нас сокращенная сал как правило иерархическая цифровая многомерная многоконтурная с применением переменными параметрах которые меняются в широком диапазоне в темпе движения схвата в рабочем объеме это у нас система управления робота система координат робота это система отражающая форму рабочего объема это прямоугольная цилиндрическая и сферическая принцип построения манипуляционных роботов образом классификации манипуляционных роботов это у нас тип как вы видите и разновидности первый тип это у нас автоматические оно делится на программные адаптивные интеллектуальные программные первого поколения адаптивные второе поколение и интеллектуальные 3-й поколения робота с элементами искусственного интеллекта и третье биотехнические оно делится на командные копирующие полуавтоматические. Команды – это управление по отдельным степеням подвижности. Копирующие – это одно- и двухсторонные движения. И третье – интерактивные. Оно делится автоматизационные, супервизорные и диалоговые. Это у нас классификация манипуляционных роботов. Система управления роботов отличается исключительно сложностью по числу и характеру элементов. Это у нас механических, электронных, биологических. Третье – многорежимностью работы. Это отработка траектории, обучение, позиционирование. Специфическим и весьма сложным объектом управления многозвенным манипулятором. Таким образом, структура системы управления робота, как правило, иерархическая. В иерархии этой системы выделяют исполнительный уровень, тактический уровень и стратегический уровень. Исполнительный уровень – это у нас манипуляторы, электродвигатели в суставах, редукторы и датчики. Исполнительный уровень предназначен для обработки запланированных траекторий. А тактический уровень у нас предназначен для разложения траекторий движения схвата на управляющие сигналы для каждой степени подвижности. Для тактического уровня – это микропроцессоры, программные и математические обеспечения и т.д. Это у нас тактический уровень. А стратегический уровень – это для планирования траектории движения робота. Различает движение робота – глобальное, региональное и локальное. Глобальное – это для транспортировки заготовок и инструментов между автоматизационным складом. Региональные – это для переноса объектов. Локальные – для ориентации объектов манипулирования. Это у нас локальные, региональные, глобальные – это движение робота. При анализе и системе, синтезе систем управления роботами используют два принципа. Это первый принцип – принцип декомпозиции. Второй принцип иерархического построения. Принцип декомпозиции – это система на ряд относительно независимых уровней, которые поддаются анализу. Принцип иерархического построения – это системы по уровням исполнительные, тактические, стратегические и высшие. Критерии качества манипуляторов. Тело, свободное в пространстве, имеет шесть степеней подвижности – три поступательных, три вращательных движения и относительно трех взаимно перпендикулярных осей X, Y, Z, в которых вы видите координаты. Манипулятор состоит из N звеньев, шарнирно-соединенных в тело, цепь, так что соединения звенья образуют в суставах кинематические пары. Класс кинематические пары определяется числом утраченных в суставе степени подвижности. Например, выражение пары пятого класса означает, что в суставе утрачены пять степеней подвижности, остается лишь одна степень – вращательного или поступательного движения. Различают кинематические пары. Это кинематические пары, это у нас вращательное движение, поступательное движение, которое вы видите на экране – сустав, свинос и схват. Число степени подвижности манипулятора Пи определяется по форме, которую вы видите на экране, где N – число звеньев манипулятора. Пи1, Пи2, Пи3, Пи4 и Пи5 – число пар соответственного первого, второго, третьего, четвертого и пятого класса. Пример. Пусть манипулятор не имеет антропоморфную кинематику – это у нас плечо, локоть, запасти, которые вы видите на экране. Итак, манипулятор имеет три подвижных свиньи – это первое, второе, третье. Одно и два третьего класса у нас управление получим, например, Пи5 равно одному и Пи3 равно двум. В уравнении это у нас будет, которое вы видите на экране, число степени подвижности данного манипулятора равно 7. Обычно в универсальных манипуляторах Пи равно 6, и этого достаточно для произвольной ориентации несимметрических тел в рабочем объеме. Однако довольно много моделей роботов имеет Пи больше 6, это упрещает и удешевляет конструкцию робота. Рука человека содержит 18 подвижных свиньев. Трем свиньям, обозначенным на рисунке, добавляется еще 15 свиньев. При этом в кинематической схеме руки имеют место второй пары третьего класса, и пять пар четвертого класса, и один из пар пятого класса. Число степени подвижности руки человека равно 27, который вы видите на экране. Удельный рабочий объем манипулятора. Один и тот же рабочий объем Ви икс можно получить за счет манипуляторов, имеющих в работе собственные габариты. Удельный рабочий объем Ви икс – это отношение величины рабочего объема Ви от Икс к числу пар Пи и Ви. Это габаритом робота, которым вы видите формулу. Минимальное значение Ви икс в работах роботов с прямоугольной системой координат. Максимальное – это сферической системой. Промежуточное – это значение Ви икс в работах роботов и цилиндрической системой координат. Мобильность манипулятора. Будем изменять с максимальной скоростью каждую из обобщенных координат манипулятора Кью Ай. Характерическая точка Х при этом будет двигаться со скоростью Ви Ай к концу которых образует некий многогранник. Мобильностью MQ называется объем многогранника, образованного концами ежика скоростью Ви, которую вы видите на экране. Пример. Рассмотрен плоский двухзвенный манипулятор со звеньями L1 и L2 и обобщенными координатами Кью Ай и Кью Ай и Кью Ай. Мобильность в этом случае – это площадь параллелограмма, построенного на векторах скорости Ви1 и Ви2. Можно показать, что максимум мобильность имеет место в том случае, если Кью Ай равно 90 градусов, который вы видите на экране. Это С равно 0, это Ви1 и Ви2 совпадают по направлению. Мобильность манипулятора характеризует одновременно так скоростные возможности робота, так и многообразие направлений перемещения характерической точки. Это характеристическая точка – это поза вратаря, ожидающего штрафной удар. Усердная мобильность по всему рабочему объему можно получить глобальную мобильность или критерий качества манипулятора по мобильности, который вы видите на экране. Выражение 13. Интегрирование проводится по всему объему Кью – пространство обобщенных координат Кью Ай. Понятие мобильность весьма полезно использовать при проектировании робототехнических устройств. Это позволяет увеличить производительность труда робота при обслуживании некоторого количества единиц оборудования, станка, бункера, накопителя и т.д. Критерий качества систем управления роботов – это группа критериев, характеризуется качество работы систем управления робота. Вопросы для закрепления принципа строения манипуляционных роботов, критерий качества манипуляторов, критерий качества систем управления роботов. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...